Здравствуйте, меня зовут Андрей Широков, клуб Эфира, природоцелитель. Мы говорим о здоровье, и мне было очень приятно подметить, что очередной врач говорит о том, что по сути старости нет, а есть загрязнение. Это, например, доктор Божьев, который сейчас активно выступает в сети. И, ну, об этом уже говорят разные врачи. Конечно, они ушли из стандартной системы медицины, но они не перестали быть медиками. Ну, например, Гания Замалеева, врач из Петербурга, натуропат, доктор Советов, врач из Москвы, натуропат. Ну, это не обязательно, да, врачи. Это и биохимики, например, Юрий Фролов. И, наверное, еще очень... И я встречал разных других врачей, которые, ну, скажем, ну, пусть будет еще Марва Горшаковна-Аганян. Это и врач, и биохимик. Это очень интересное сочетание. Поэтому вот изучите, если у вас есть время, ее труды, ее книга есть в сети бесплатно, и ролики, и лекции. Потому что сочетание врача и биохимика очень важно. Врачам очень не хватает химии. И вот опять я обращу внимание, да, вот доктор Божьев признает, что мы не понимаем пока, что такое старость. Мы видим просто у людей загрязнение. Об этом говорит и теория гомотоксикологии еще 1940 года, которая как бы показывает вот эти стадии, да. Но опять многие обходят именно, как происходит это загрязнение. То есть, чаще признавая, что есть загрязнение, те же врачи отправляют в бой человека на очищение. Ну, это, естественно, врачи-натуропаты, да. То есть, потому что обычный врач отправляет на блокировку сигналов о том, что есть загрязнение. Но он не признает, что есть загрязнение. Он просто блокирует сигналы тела с помощью лекарства. Ну, а потом доводит до операции. То есть, уже отрезание того, что спасти не удалось. Точнее, никто и не пытался. Ну, как бы вот у вас ребенок в доме, там включен газ без негорения, просто вот газ сочится. И ребенок кричит о том, что он задыхается, к примеру, да. Там или там пожар. Ну, вы затыкаете уши. То есть, вот, да. Ну, в конце концов, нужно делать операцию по извлечению трупа из вот квартиры, где уже ребенок погиб. Здесь вот то же самое. Это стандартная медицина. Ну, я вернусь вот к тому, что хорошо. Очищение. Это замечательно. И основные силы человек вот бросается в бой. Потому что, ну, у нас такая программа, что мы должны воевать с кем-то, чтобы побыть здоровыми. Ну, я тоже прошел через эти программы. И поэтому человек за это и заплатит больше. И это ему намного интереснее все равно, чем, ну, проанализировать, а почему именно он дошел до состояния загрязнения. Вот за это, вот за вот анализ, что было до точки, вот, оценки, что пора бы уже очиститься. Вот за это, как бы, платить никто не хочет. И не особо разговаривать хочет на эту тему. И вообще, как-то, я не очень готов это осознать. А вообще, с точки зрения исцеления, да, в том числе духовного исцеления, важнее понять, что наше сегодня создано нашим вчера. И, как бы, без Вселенной все равно. Вы можете справиться вот здесь и сейчас, да. Но человек, скажем так, может просто ходить кругами и может находиться в иллюзии того, что вот он, как бы, уже там почистился, уже, как бы, уже теперь все хорошо, уже отлегло, стало легче, да. Ну, а временное облегчение, оно вот уводит человека от, скажем так, более глубокого осознания, что же все-таки произошло. А значит, не будет меняться ничего кардинально и в тонком плане. Ну, а на физическом плане это выглядит, как тоже продолжение, продолжение загрязнения. Я был несколько дней назад на встрече, на очередной встрече целителей, это в городе Краснодар. И очень интересные встречи там проводят, там приходят люди, которые владеют различными как аппаратными, так и не аппаратными методами, а просто исцеляют вот своим видением, да, руками, там, потоками. Разбираются либо в какой-то волновой терапии, либо в фитотерапии. В принципе, ну, все это похоже на наш проект. Кто-то регрессолог, то есть, ну, здесь вот очень много интересного, нестандартного, и на самом деле, да, оно является хорошим подспорьем. Но момент, как выглядят эти целители. Ну, я профессионально вижу на физике, считываю с физического плана, все-таки, что происходит внутри у человека на физическом плане. Я сейчас ни в коем случае не умоляю никаких там духовных качеств, либо дарований. Да, на самом деле, я сам учился у людей, скажем так, которые на физическом плане, ну, не были 100% целостные, здоровые. Некоторые даже совсем не похожи были на здоровых людей, при этом знания были просто колоссальные. И, ну, там уже как кто применит эти знания и как будет работать именно над собой, да. Ну, я возвращаюсь к целителям, да, и на самом деле я знаю целителей не только по встречам, а на каких-то слетах. К нам, у нас проект называется, в том числе природа целителей, к нам приходят целители просто любопытствовать, кто мы такие. Чаще всего это люди, которые нуждаются в экстренной помощи. Они просто либо еле дышат, у них плохая кожа, они белые, они толстые, они страдают кучей-кучей заболеваний. Стандартных заболеваний, которые, прежде всего, почва которых, это патогенное питание. То есть эти люди продолжают ежедневно блокировать свое тело, интоксикацию, чтобы только оно не начало вытряхивать токсины, шлаки, метаболиты. А значит, по сути, на тонком плане пойдет выход тех программ патогенных для них, которые они прячут в себе. И вот это наблюдать, это очень тяжело. Я даже общаюсь с некоторыми, скажем, людьми, которые помоложе и знают тоже, кто такие целители современные, ну, в возрасте от 40 и больше. Тоже несколько удивлены. То есть они, конечно, восхищены, что столько знаний, но они бы не хотели превращаться вот в это. И здесь вот опять же момент, возвращаясь к врачам, которые некоторые все-таки признают, что да, загрязнение все-таки произошло. Но, как говорит доктор Божьев, загрязнение происходит из-за того, да, он признает, что это кислотные метаболиты пищи, да, вот она такая нехорошая, она нас портит. Но он при этом подчеркивает сразу, что, ребята, это у всех так, так что давайте вот так и будем жить, и не надо это трогать. Ну, это подход, который даже уже не только у меня, а вообще-то у некоторых молодых людей. Конечно, кто в возрасте, они рады этому. Менять что-то там через 60 лет уже, наверное, совсем не хочется. А вот у людей, которым 20-25, и они уже сейчас очень больные, и на самом деле вам только может показаться, что они еще пока здоровые. Они еще просто держатся, но они знают уже свои проблемы, у них уже внутричерепное давление, зажимы, желчи, гастриты, дудениты, гемоглобин низкий. Как там начнешь копать? Ну, у меня тоже все там было, но сейчас это все еще сильнее, да, и моложе. Болезни молодеют. И вот эти вот люди, они уже как-то вот сомневаются. Ну, молодежь, она более все-таки продвинутая. Она видит более контраст вот этот, да, колоссальные интересные знания, заявления. А по факту, ну, человек, ну, сдерживает смерть, ну, упорно как бы ползет на кладбище. И по питанию многое, уже все больше встречаем молодых людей, которые что-то пытаются изменить, и многое не получается. Опять же, камень преткновения – это то, что непонятно, от чего будем очищаться. И что же это выходит наружу, и чем же это было настолько вызвано. Ведь написано, что вроде бы вот это полезно, что вегетарианство – это полезно, а кто-то говорит сыроедение – полезно. То есть очень много всякой информации, и каждый как бы в ней, ну, по сути, не может нормально разобраться. А опыта еще как бы нет, потому что та же молодежь, она находится в программах вот стандартного жизни, стандартного питания. Я не буду, да, мы все время делаем ролики о том, чтобы разбирать все-таки, чем мы загрязняемся. И хорошо, вот врачи признают, что, да, это вообще-то питание. Но только, видимо, люди старой формации могут вот остановиться на этом, что, да, вы знаете, оно вообще-то нас закисляет, там что-то портит, гниет, бродит, как признает сам же доктор Божьев. И говорит, что, ну, это вообще-то вот так и есть, это такие типы пищеварения, про ферменты он вообще забыл уже. То есть уже не надо. Нам зачем они вообще вырабатываются, непонятно. Я призываю здесь не попадаться на эту уточку, даже если вы еще не очень молоды, и у вас в молодежи более открытые каналы. И надеюсь, что здесь мы не будем с вами испытывать к молодежи какое-то негодование, зависть, да. Нам, более старшему поколению, я четыре десятка уже нахожусь в этих программах. Нам тяжелее, но я для любого возраста и до 70-80, 84-летние у меня есть пациенты, которым я четко и прямо выкладываю, что именно их убивает. Другое дело, что им решать, что с этим делать. Я никому ничего не навязываю. Но категорически как бы не соглашусь с такой постановкой вопроса, что, знаете, вообще-то нас вот это вот убивает больше всего. Давайте это оставим. Ну, нам достаточно, что у нас убивает там Wi-Fi, различные волновое воздействие, электромагнитное воздействие, в том числе из недостаток правильного магнитного поля. Очень много таких факторов, до которых, собственно говоря, мы не успеваем дойти, да, даже. Но основной убивающий фактор, пока я вижу четко, это, конечно же, так называемое стандартное питание. Прививки, лекарства стоят рядом, да, но от прививок можно, к счастью, пока отказываться. А лекарство не понадобится, если нет прививок, и питание нестандартное, а по требованию тела. То есть оно адекватное, адекватно именно чистому телу, находящемуся в гармонии, в целостности с природой. Тогда оно не будет убивать, и не нужно будет находиться, скажем так, в строю, в стадии тех, кто вот покорно просто идет на убой, но при этом как-то там чего-то адаптационно себя поправляет, то есть там подчищает немножко. Но это крайне будет тяжело, стандартно загрязняя себя, очищать все старое и еще каждый день принимаемое. Я пока такого не встречал. Но есть там лазейка, что если все-таки мы с провокацией очистки, да, и с сорбционной очистки, да, вот наши программы, если мы поднажмем, то тело начинает очищаться так, что потихонечку выходит из строя вот этих баранов, которые как бы, мол, нас убивает еда, но будем есть, как всегда. Вот, к счастью, есть вот эта лазейка, я через нее тоже пролез, и как бы не стесняюсь ее показывать, может быть, она не совсем чистая духовно, да, но нужно как-то вот выбираться из низких вибраций, и, собственно говоря, если у вас еще хватает времени и сил, то прошу вас, как бы я вам покажу и этот путь. Ну, как бы здесь решает сам человек, я могу вести человека на любом типе питания и по любому запросу, как бы оценивать программы, и здесь ни в коем случае никто не навязывает никакие типы мышления и либо питания, что на самом деле есть, очень коррелирует питание и мышление. Спасибо большое за внимание. Широков Андрей, Клуб Эффлер, www.effler.ru. До скорых встреч!